Что не используем, не используем, потом неожиданно при каком-то объекте все начинаем использовать. Внедрение системы безопасности происходит постоянно на объекте сентября полетена. Поэтому каждый раз любой объект, будь то новый, будь старый, полностью оснащен системой безопасности. Здесь новшество единое. Единственное появилось в пешеходном переходе, досмотровая комната, устройка, витража, пока она не оборудована, но в ближайшее время будет оборудована для досмотра подозрительных постановок. Вот единственная, в течение черта, от других, ну, введенных объектов. Сразу, у вас камеры стоят? Нет, ну все, конечно. Все, и всю систему работает, и камеры безопасно собеспечена. Масса, масса видов светящихся линий до, до лестницы, после лестницы, на промежуточных площадках, светящиеся перила, пандусы, все для слабовидящих, для инвалидов. То есть весь комплекс теперь предусмотрен здесь полным объемом. Какие были самые большие трудности в своем полном объеме? Вот самые большие трудности, мы строили этот объект в 20 лет, имеется в виду станция. И бульвар, и вестибюр, и сам плафон, и вестибюр. И вот, конечно, это мучительное ожидание результата, это была самая большая проблема при строительстве этого комплекса. Закончилось в свое время финансирование, и строки были заморожены. Когда они вновь возродились, все другое прошло очень много времени. То есть у нас последний вопрос о стоимости. Стоимость нормальная, стоимость, как любой объект московского метрополитена, он стоит ни больше, ни меньше. Скажу одно, он стоит по сравнению с аналогичными зарубежными и аналогами дешевле. А точные цифры, это не мой вопрос. А дешевле за счет чего? За счет хороших проектировщиков, прежде всего, которые сразу закладывают экономичные и очень серьезные вещения. За счет строителя, который может построить в этих условиях дешевле, чем зарубежные аналоги. За счет заказчика, который экономит деньги буквально на всем, но не страдает от этого все архитектурные ансамбли. То есть много-много составляющих приводит к таким замечательным цифрамам. А почему? Конечно. Это все, это все. Много санкранения, детали, и материаловая потолки, и выдержавейка, и турникеты, и все оборудование, и эскалаторы. Здесь все, все абсолютно. Стекла. Нет, здесь все. Буквально потом они посмотрят, главное посаживают. Можно несколько слов о станции, которые будут сданы в конце этого года. Дябликова, там вы прицепили уже к отделочным работам или нет? Там отделка идет вовсю, потому что действительно сроки уже подошли. Или ноябрь или декабрь в год трех станций. Шпиловская, Дябликова или Борисова? Борисова, Шпиловская, Дябликова, если по порядку за станцией Малина и Борисова, Шпиловская, Дябликова. И тоже очень интересный ансамбль из трех станций. Можно говорить, что это не три разные станции, а ансамбль из трех станций. Все мелкого заложения, все сводчатые, все индивидуально решены. Но такая общая пронизывающая красная нить, которая проходит через все объекты, она присутствует на этих объектах. Поэтому смело можно говорить, комплекс из трех станций. Я на самом деле потом расскажу, позвоню.